Это новости в студии Алла Аксенова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Запах безысходности. Сейчас открыли дверь, чтобы этот запах... ...хоть немного бы проветрился. Что заставляет жителей омской малоэтажки бежать из подъезда? Жизнь педагога. Зарплата учителя, особенно на селе, она достойна. Чем могут похвастаться омские учителя? Чистое дело. Мы все время дежурим, убирая, подметая за другими старшеклассниками, а не просто свиньи. Какую территорию сегодня захватили школьники с граблями? А также опасен ли спиннер для детской психики и новости спорта? С трагической новостью начнем выпуск. Сегодня стало известно, скоропостижно скончалась известная омская телеведущая Марьяна Киселева, культурный обозреватель телеканала ГТРК «Эртыш». Это событие – шок и для коллектива, ее родной редакции, и для нас, ее коллег. Марьяне был 41 год. Все помнят ее, как жизнерадостного человека и журналиста, преданного своей работе. Она была влюблена в профессию. Еще на прошлой неделе журналистка освещала кукольный фестиваль в гостях у Орликина. В пятницу готовила очередной выпуск программы «Культурная суббота». А в минувшее воскресенье Марьяну Киселеву отвезли в больницу с двусторонней пневмонией. И вечером в понедельник ее не стало. Весь коллектив «Антенна-7» соболезнует родным, близким и друзьям Марьяны Киселевой. Прощание с ней состоится завтра, 4 октября в ГТРК «Эртыш» с 12 до 14 часов. Еще ни один потенциальный кандидат на должность мэра Омска документы в конкурсную комиссию не принес. Напомню, что накануне в Омске стартовали вторые выборы мэра. И сегодня второй день по приему документов. Почему претенденты не торопятся заявлять о себе, сегодня предположил председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров. На сегодняшний день заявлений нет, но понятно, потому что срок до 31 октября. Те индивидуальные кандидаты, одиночки, которые по всей вероятности будут участвовать в конкурсе, я думаю, что они будут чуть позже. Более серьезные и крупные, конечно, понадобится здесь и мнение объединений общественных, политических. Я думаю, что второй конкурс будет намного насыщенный, серьезнее, с большим количеством участников. Мы увидим серьезные фамилии таких общественных, политических тяжеловесов. Планируется, что имя нового мэра станет известно в ноябре этого года. Канализационный дух преследует жителей дома номер 9 по улице Молодогвардейской. Нечистоты со всех квартир этой пятиэтажки скапливаются на первом этаже под лестничной клеткой. Такая проблема в этом доме уже много лет. Содержимое периодически выкачивают, но кардинальных мер управляющая компания не предпринимает. На месте сегодня побывали Денис Ионос и Сергей Гаврилов. Проблема в этом подъезде имеет вполне ощутимый запах, а именно канализации. Вот видно, что здесь происходит под лестничной клеткой. Нечистоты здесь скапливаются на протяжении нескольких месяцев, рассказывают местные жители. Сейчас открыли дверь, чтобы этот запах хоть немного бы проветрился. Запах распространяется по всему подъезду. Но на подходе к первому этажу люди вынуждены закрывать нос и задерживать дыхание. Подвала нет, объясняют жильцы. Поэтому все, что смывается в унитазы и раковины, оказывается здесь. Оксана Алексеенко живет в доме 30 лет. Вот этот бедлам постоянно. Он приносит качает, оно на день, на два уйдет, потом опять. Там надо полностью канашку менять, я так думаю. Там причину они знают. И мы причину знаем. Надо тут все сделать, там ничего не можем. Так вот и ходим, так вот и ходим здесь, с тем запахом стоим. Два лестничных марша и коридор преодолевают за секунды. О причине того, что этаж превратился в канализационный сток, рассказывает Анна Александровна. В ошибке ремонтной бригады, которая меняла коммуникации несколько лет назад. Меняли какие-то трубы. Это было стояки там на пластмассовой. Хотя все было в идеальном состоянии. Но они поменяли. И меняли не рабочие специалисты, а вот пацаны, 16-17 лет. И после того у нас перестали туалеты действовать. Все потекло с четвертого на третий, второй. И все затопило потолки, все стены. И вот это идет до сих пор. Либо труба лопнула, либо стык разошелся. Строят догадки люди. В соседнем помещении уже начали работу слесарей, управляющей компанией ЖКО номер 5. Почему сколько месяцев, как говорят люди, здесь ничего не делали? Почему делали здесь? А нечистоты эти сколько скапливаются под лестничной клеткой? Да я без понятия. А сейчас что вы делаете? Убираем нечистоты. Временное ли это мера или проблему решат, рабочие не говорят. Жители же продолжают экскурсию по жилищу. А вот так в этом доме выглядят душевые кабины. Пойдем. Вот в таких условиях люди должны мыться. Отопления в душевой нет. Моются люди в комнатах. Вот мы на весь себе леники сделали, сливы сделали. Сами своими сильными сторонами тоже. Мы моемся так. Ну там так же холодно. Там нет, там не хотели отопление себе сделать. Мы не можем его подценить, потому что там обрезали. Бывшее общежитие железной дороги пришло в упадок, как только здание передали в городское обслуживание, проводят параллели жители. Можно ли признать здание аварийным и есть ли управа на управляющую компанию? Вопросы адресуем администрации Ленинского округа. Денис Иона, Сергей Гаврилов, Антена 7. День учителя в этом году выпал на четверг, 5 октября. Но первые поздравления педагоги получили уже сегодня. За успешную работу и высокие результаты награждено 32 специалиста начального и общего образования. Одних отметили грамотами регионального министерства образования, других – федеральными премиями. Весома ли разница и какие проблемы сегодня есть даже у лучших, узнала Ксения Тойчкина. Сегодня лучших учителей города и области встречают особенно торжественно. На входе выстроились девушки в парадных фартуках, играет музыка. И здесь же главный ученик всех времен и народов Неснайка. Учить малообразованного гостя никто не стал. Ведь сегодня педагоги спешат не на работу, а на праздник. Наряды соответствующие. Строгий школьный трос-код сменили вечерние платья и яркие украшения. Зал забит до отказа. Особое внимание сегодня среднему ряду. Почетные 32 места заняли те, кто в этом году доказал. Они – лучшие представители своей профессии. Ирину Кужульск удостоили звания заслуженный работник образования Умской области. Учитель физики уверена – победить помогли результаты учеников. Многие призеры Олимпиады – выпускники престижных московских вузов. В этом году на грусть у педагога прибавилось. Теперь женщина преподает еще и астрономию, как обязательный предмет. У меня 10-й и 11-й классы. Я сейчас уже ввели астрономию у нас в лице с сентября месяца. Во многих школах после Нового года. А я уже сейчас преподаю. Но дело в том, что я постоянно готовила детей к Олимпиадам по астрономии. Этот предмет я не забывала. И для меня он нисколько не оказался забытым. Заслуги педагога из адаптивной полтавской школы Галины Алексеевой оценили на уровне федерации. Сегодня женщина получила почетную грамоту и денежную премию – 320 тысяч рублей. Грамоту получить очень приятно, потому что это признание все-таки твоих достижений. Я, допустим, в этом случае радуюсь за свой коллектив, за свою школу, потому что это еще одно призовое место в копилочку достижений нашей школы. Ну а когда это еще и подкрепляется материальным стимулом, это вдвойне приятно. Вы же планируете на что потратить полученные призы? Да, конечно. Мы планируем эти деньги пустить. Решаем же личный вопрос и планируем эти деньги вот таким образом применить. А вот министр образования Татьяна Дернова уверена, сегодня проблем с зарплатой у учителей не должно быть ни в городе, ни в селе. Это стереотип многих лет назад. На сегодняшний день это не так. И мало того, я могу сказать, что учителя в сельской местности не очень рассказывают своим соседям о том, какова их заработная плата, потому что действительно зарплата учителя, особенно на селе, она достойна. И потом она очень зависит от твоей эффективности. Есть возможность зарабатывать существенные средства, если ты эффективен, если твои дети добиваются действительно серьезных результатов, потому что фонд стимулирования позволяет делать зарплату достойной твоего труда. Однако, как показало недавнее исследование, проведенное Высшей школой экономики и Левадоцентром, количество недовольных заработком педагогов за год увеличилось на 6%. Половина опрошенных сообщили, в среднем они получают меньше 20 тысяч рублей. И это специалисты со стажем. Начинающим учителям рассчитывать на достойную зарплату тем более не приходится. Сумма оклада начинается от 7 тысяч рублей. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте службы занятости. Здесь же указана и максимальная сумма заработка – 25 тысяч. Работать соглашаются не все. Два месяца назад директор образования Екатерина Спехова официально сообщила, дефицит кадров – 200 мест. По словам министра, сейчас проблема решена. Безусловно, ситуация изменилась, потому что в школы, в детские сады, в учреждения дополнительного образования пришли молодые педагоги. Те, кто в этом году закончили из вузы или учреждения среднего профессионального образования педагогической направленности – это традиционный ежегодный процесс. Педагоги, решившие уйти отдыхать, заканчивают учебный год. И как раз и появляются эти пустоты, о которых вы сказали. Но с 15 августа мы начинаем принимать молодое поколение и подводим итоги приема молодых до 15 октября. Но вакансий к этому моменту практически не остается. Мы решили уточнить информацию в центре занятости. Как нам сообщили, в пресс-службе сейчас в их банке 400 свободных вакансий учителей разных профилей. Данные подтвердились и на официальном сайте ведомства. По-прежнему не хватает специалистов как в городских, так и в районных школах. Ксения Антовичкина, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Тем временем к задачам образования. Его качеству и количеству возникает множество вопросов. Часть из них сегодня журналисты задали чиновникам и специалистам этой сферы. Это фрагмент современного учебника по информатике. Ученикам рассказывают о считывании дискет, хотя они вышли из обращения много лет назад. Успевает ли образование за реальностью? Директор департамента Екатерина Спехова отрицает, что учителя отстают от школьников. Учитель всегда опережает в любом случае своего ученика. И если вдруг какая-то ситуация это происходит, то учитель, я считаю, что это ничего нет такого стыдного или неправильного, когда он спросит, если это касается каких-то новых современных технологий. Мы понимаем, что дети, наверное, сейчас, мы уже это все здесь обсуждали, что современные технологии, они идут вперед. И учитель, конечно, так же, как и дети, должны постоянно идти впереди. Вообще, учитель, у него нет права отстать от того, что происходит в мире. А в мире меняется мышление и поведение учеников. Если советская школа считала мнение учителя беспрекословным, то российская знает и оскорбления, и даже драки. Доцент Галина Синицына признает, педагогу порой в такой ситуации сложно. Сегодня большую роль в решении тех профессиональных трудностей, с которыми сталкивается современный учитель, принадлежит психологии, возрастной психологии. К сожалению, сегодня возрастная психология предлагает нам академические стандартные решения. А социокультурная ситуация, и опять я скажу, информационная среда, в которой живет ребенок, совершенно другая. А каков тогда образец учителя 21 века? Ректор Татьяна Горбунова считает, в идеале это универсальный специалист. Который готов обучать и ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и ребенка талантливого, и ребенка демотивированного, и ребенка из неблагополучной социальной среды. Умеет ли он это делать? Поэтому наша профессия безграничная. Мы учимся все время, каждый день. Эксперты уверены, что профессия учителя сегодня престижна. А вот ответить на вопрос, почему среди учителей в России 85% женщин, а в Европе и Америке эта доля значительно ниже, до 65%, решилась только замминистра Инна Илецкая. Одна из черт характера, которая обязательно должна присуща быть человеку, это терпение. Вот, наверное, женская натура в этом плане более приспособлена для этого качества. Накануне праздника участники брестконференции посоветовали отказаться от роскошных букетов учителям в пользу детских поделок. Евгений Нифанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7. И сегодня же омских спасателей наградили юбилейными медалями. Гражданской обороне в этом году 85 лет. Для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций это важная дата. Для спасателей этот день профессиональный праздник. Ветеран гражданской обороны уже 46 лет Вячеслав Пеков служит Отечеству. Половину срока, с его слов, был обычным воином, а сейчас организуют работу спасательных воинских формирований. День гражданской обороны для Вячеслава больше, чем обычный календарный день. Профессиональный праздник всех работников гражданской обороны. А их-то работников много, не только МЧС. Работники есть в министерствах, на предприятиях, в организациях, во всех органах власти. Поэтому он обширный праздник, касается очень многих сотрудников. В Омском гарнизоне пожарной охраны около 4 тысяч человек. Ежегодно силы гражданской обороны пополняются новобранцами. Всего два месяца в профессии Андрея Бабиенко. За это время он уже успел почувствовать важность своего дела. Я с детства хотел стать тем, кем сейчас стал. Я задавался этой целью. Сначала к одесский корпус у меня был. После него я сразу поступил в Екатеринбург, в Уральский институт. Там я освоил азы, понимал, что у меня будет требоваться. И это мне дает сейчас то плоды, что я сейчас на хорошем счету нахожусь. Опыт все равно приходит с годами. Поэтому я не могу сравнивать себя с теми людьми, которые у выслуга по 15-20 лет. Я наоборот от них получаю их опыт, принимаю на себя. Я очень рад работать в таком коллективе. Гражданская оборона ведет свой отсчет с 1932 года. Тогда в бывшем СССР, как ответ на возможные опасности войны и бомбардировок, была создана местная противовоздушная оборона. Спустя 29 лет ее переименовали в Гражданскую. Задачи по защите людей от вооруженных конфликтов и природных катастроф уже 85 лет решают все воинские и спасательные части. Попасть на службу в МЧС нелегко. Мы производим тщательный отбор, потому что не все могут попасть. Обязательным условием является крепкое физическое состояние кандидата на замещение вакантных должностей, наличие каких-либо специальностей. Ну и безусловно, чтобы этот молодой человек непременно служил в армии. На торжественном собрании 30 ветеранов МЧС наградили юбилейными медалями. Ксения Писарап, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Идем дальше. Спиннер не опасен для психики ребенка. В этом уверяет Федеральный Роспотребнадзор, ссылаясь на данные специально проведенной экспертизы. Исследование показало, спиннеры не оказывают на психику отрицательного влияния. А вот для физического здоровья подшипник с лепестками может быть опасен своими мелкими деталями. Особенно, если в приборе есть батарейки и светящиеся элементы. Такую игрушку маленькие дети должны крутить только под присмотром взрослых, рекомендует Роспотребнадзор. Изучать популярное устройство в ведомстве начали после множества жалоб со стороны родителей и преподавателей. Отмечается также, что спиннер не имеет и положительных качеств. По мнению контролирующего органа, это подтверждает его бесполезность и недолговременную популярность. Когда одни подростки развлекаются с помощью спиннера, другие сегодня навели порядок в сквере борцов революции. Территорию возле вечного огня приготовили к зиме. Убрали листья и ветки. Шум метел и звон граблей перекликаются с современными песнями. Хиты согревают и радуют школьников, которые пришли в сквер борцов революции, чтобы навести порядок. Листьев опало столько, что мешки переполняются за несколько минут. Елизавета вместе с подругами не пропускает ни одного школьного субботника. Школьница довольна теми, кто окружает ее здесь. Ведь в ее школе далеко не каждый ученик берется за уборку с радостью. Втроем мы очень часто за это отвечаем. То есть это как? Мы все время дежурим, убираем, подметаем за другими старшеклассниками, а не просто свиньи. То есть у старшеклассников нет чувства ответственности? Да, нет. Софья Бредихина – президент. В своей школе десятиклассница организует все – от концертов до субботников. Максимальную явку на уборочные работы девушка обеспечивает поощрительной системой. Лучшие по сбору мусора получают грамоты и призы. Масштаб городского субботника активистка пропустить не могла. Мы сразу же увидели объявление о том, что будет субботник. Мы не остались равнодушными и, конечно же, поехали сюда все вместе, дружием нашей командой. Потому что субботники, они сплочают, это свежий воздух, это облагораживание нашей природы, нашего города. Этот экологический субботник – лишь первый в длинной цепочке. В течение года ученики школ будут проводить уборки улиц и скверов, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Я уверена, что память об истории, о различных знаменательных датах, она должна жить. И мы, взрослые, должны постоянно эту память передавать школьникам. В свою очередь, они будут передавать еще следующему поколению. Ну, так было принято, так оно должно быть. И без памяти, наверное, нет будущего. На очистку сквера школьники потратили чуть больше часа. Если листья падут вновь, ребята пообещали вернуться. Николай Явенко, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Теперь о спорте. «Авангард» одержал вторую победу с крупным счетом в нынешнем чемпионате. В гостевом поединке амичи взяли верх над хоккейным клубом «Сочи» 6-0. На 12-й минуте ястребы реализовали большинство. Гол забил Петр Хохряков. Во втором периоде развили успех. Дважды отличился Ансель Галимов. По одной шайбе забросили Андрей Стась и Юна Санилев. Под занавес матча Эрик Густавсон реализовал большинство. Следующий матч выездной серии ястребы сыграют 4 октября в Нижнекамске. Тем временем нападающий сборной Франции Стефан де Коста может перейти из ЦСКА в «Авангард». Летом хоккеист отклонил новое контрактное предложение столичного клуба, надеясь перейти в НХЛ. Заокеанский вариант не сложился. Появилась возможность сыграть в Омске. Клубы ведут переговоры. По словам президента «Авангарда» Владимира Шалаева, окончательной договоренности пока нет. «Авангард» заинтересован в приобретении сильного центра форварда для первого звена. Ведь шведский нападающий Юхан Сундстрюм выбыл до конца сезона. «Авангарду» срочно нужен сильный игрок. С Сундстрюмом подписан новый двухлетний контракт, который начнет действовать по окончании нынешнего сезона. Новые матчи сыграны в чемпионате Омской флорбольной лиги. В Центральном сразились претенденты на медали команды «Форвард» и «Гладиолус». Репортаж Владимира Истомина. Скоростные рывки защитников, передачи, броски. Игроки команды «Форвард» начали матч в атакующем стиле. Сходу получили возможность разыграть большинство. Одна из сильных сторон «Гладиолуса» – умение цепко действовать в позиционной защите. Игроки в коричневых футболках блестяще реализовали свой козырь. Контратака, гол и еще несколько моментов. Атаки на встречных курсах. Игроки «Форварда» лучше реализовали свои возможности. Трудности в позиционном нападении лихо компенсировались в контратаках. Герой первого периода матча – Денис Пинеров. Скоростной нападающий великолепно открывался под передачей партнеров. Забил два гола, сделал результативную передачу. «Форвард» повел 4-1. Мы обратили внимание, что «Вратарь» очень много отбивает перед собой. Решили сделать упор именно на скорости, на бросках и на игре на добивание. Это помогло нам в первом периоде добить уже два гола просто с добиванием. Обкрытая наступательная игра во втором периоде. Форвардболисты «Гладиолуса» сократили разрыв, попытались звинтить темп, ушли от более привычной схемы игры. И в молниеносном обмене атаками сильнее оказались форвардболисты команды «Форвард». Игроки в «Синих футболках» разыграли несколько классных комбинаций с бросками в касание. Красивый гол забил Александр Трофимов. Победили 9-4. На втором периоде получилось перебегать соперников, перескоростить. Выводили игроков под броски, давали скрытые передачи, которые не смогли перехватить команду соперников. Ну и забивали. Первые поединки юных форвардболистов. Вслед за чемпионатом стартовало первенство детской форвардбольной лиги. 22 команды будут соревноваться в трех возрастных категориях. В главном матче первого тура сыграли ведущие команды старшей возрастной группы. Спортсменов 13-14 лет Виктория и Тайфун. В тактике обученности команды оказались примерно равны. Игроки Виктории явно превзошли соперников в атаке. Три нападающих клуба Роман Пуртов, Александр Иванов и Всеволод Гольский забили семь голов. Команда Виктория победила и сделала заявку на право представлять Омскую область в традиционном всероссийском соревновании «Русская осень». Турнир пройдет в октябре в Сочи. У нас очень хорошая дружная команда. Мы все любим играть в флорбол. Сегодня мы отлично играли в пас, сделали отличные комбинации. И за счет этого мы смогли победить. Следующие матчи в чемпионате Омской флорбольной лиги будут сыграны 6 октября. В Центральном сыграют команды «Мир хоккея» и «Юность». Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, «Антенна-7». На этом все. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте «Антенна-7.ру», а также в группах ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. Хорошего вечера. Пуховик. Он и в Африке пуховик. Но в России знают, что такое настоящая зима. Покупай российские пуховики «Форпост». Мира 27. Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» меняет представление о системе «Все включено». Специально для вас шведский стол, развлечение, комфортабельное размещение, а главное – эффективное лечение. Оцените нашу концепцию «Все включено» в санаториях «Сибирь», «Катунь», «Белокуриха». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...